Вспышка Sigma, 530 в данном случае, и включаем ее, и у нее, смотрите, что есть, у нее работает в мануальном режиме тест, сейчас поставим короткие импульсы, чтобы показать, что управление рабочее у нее, выбрали, и вот они, короткие импульсы, но есть пропуски, то есть нажал, сейчас буду нажал, нажал, второй сработал, нажал, нажал, третий теперь сработал, нажал, 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 четвертый сработал, раз, два, второй сработал, два, три, четыре, четвертый сработал, раз, два, раз, на коротких импульсах мы видим, что очень слабая, но это еще не все у нее есть еще проблема связана с тем что не срабатывает на повернуть сюда не срабатывает на касание вообще никак то есть пытаясь контакт зажимаю и нет реакции ответственно нет и реакции синхронизатором что приводит к собственно потому что этой вспышкой пользоваться нельзя надевая сейчас радиосинхронизатор для тестирования включая радиосинхронизатор синхронизатор готов к работе нажимаю чтобы он все хранит сикаризатор сработал видим что красный цвет загорается но вспышка не срабатывает нету сигнала как на мануальном режиме так и на любом из других с чем это связано скорее всего связано это с гнездом данном случае работой пропуски вспышки связано исключительно с распадом лампы для меня сейчас предстоит небольшая задачка по разборке вспышки с целью установки состояния повреждения лампы также состояние повреждения вот этого башмака приступаем части аппарата есть четыре винта давайте их откроем сейчас откручивать буду при помощи ткани потому что здесь винты очень чувствительны к касанию отверткой вот таким образом мы предотвратим появление повреждений на винта проделываем процедуру для каждого для каждого винта в отдельности ну а после извлекаем винты по очереди из отверстий следующую операцию здесь слегка двигаем корпус и извлекаем вот эту часть вот таким вот образом она снимается у сигны немножечко это все по-другому поэтому здесь у нас вот такая линза с лазером и наша задача дойти вот туда до низа смотреть в каком состоянии находится контактная площадка и как она все там работать здесь можно спокойно снимать это все при помощи отверточки выкручиваем линзу и наша задача вот эти винтики еще открутить давайте демонтируем давайте извлечем винтики части конструкции сюда ведем сторону и эти винтики тоже необходимо извлечь убираем часть отделяется от верхней и вот здесь мы видим вот такую часть вот с этой стороны плата отделяется наша задача посмотреть в каком состоянии контакты и вот здесь видно что на поверхности контактов есть такой слегкий грязного ты блеск давайте сейчас это уберем посмотрим как это все будет у нас выглядеть контакта выглядит прилично книг претензий нет здесь я почистил давайте поставим это на место прикрутим посмотрим будет ли работать вспышка после этого если нет то двигаемся дальше по схеме посмотреть внимательно то одна из пружинок короче другой почему-то она вмялась внутрь сплюснулась а должны быть одинаковые это может быть причиной почему нет контакта по центральной точке слегка вытянул я на теперь будет касаться поверхности давайте соберем посмотрим как она как сколько будет работать часть собрана и теперь можно подключить и проверить давайте вставим это все в плату система сопряжена теперь сюда я подключил синхронизатор радиосинхронизатор вот таким образом и проверим включаем синхронизатор все она не работает и теперь включаем вспышку ну давайте проверим красная лампочка загорелась батарейки пишут меня слишком слабенькие чтобы работать дальше нет что-то батарейки не тащит уже надо подарить и другие оказалось дело было не в обиде так проверяем и видим что ничего не произошло ничего не поменялось никакой реакции вспышка не срабатывает так тоже не срабатывает через контакт напрямую тест срабатывает но реакции нет так что же это может быть извлекать сейчас контактную группу и будем смотреть дальше он к так 1 контакт есть 2 контакт 2 контакт где он из них вот этот по полу вот он есть 3 контакт довольно странно что они определяются не так хорошо сразу может быть просто тупо контакт этот некий нет и вот это к так далее и вот этот показатель так и два на визу давай попробуем сейчас протереть просто тупо контакты это не какие-то с этой стороны не очень будет забавно если сейчас это поможет все на месте и давайте посмотрим помогла ли данная процедура или нет замкнем сейчас напрямую вот этот контакт с этим как видим ничего не произошло ничего не происходит контакта нет значит и синхронизатором контакта не будет еще раз проверим контакта с шанс радиосинхронизатором тоже не происходит значит проблема вспышки дальше в управлении через 0 и центральную точку протекает ток 53 миллиампера что говорит о том что а там вообще не должен быть ток это странно все проблемы с управлением поэтому управление точно переделать придется тут управление по этот низковольтной части по ходу полетела ставим винты на место и на месте здесь в общем-то все все по старому давайте поставим пониже значение потому что лампа мертвое сколько она протянет не ясно ну и теперь оценим состояние лампы поднимаем извлечь резинки как видим резинки сидят очень хорошо но все-таки выходит что не может не радовать теперь сопротивоположной стороны тоже самое также поддеваем извлекаем теперь переходим демонтажу вот этих двух винтов здесь и двух винтов здесь после демонтируем вот эти два винта снимаем крышку и под нижней части крышки находится здесь высоковольтный транзистор который управляет работой вспышки и здесь находится лампа которая по сути вот и и просела все можно видеть в каком состоянии находится у нее стекло все похожее на такой мелкой из пищи я испещреная стекло которое упало в данном случае она уничтожена была за счет перепадов температур и не серьезных режимов работы вам появляется расходным материалом поэтому не удивительно что она в таком состоянии эксплуатационный износ лампы 3 лампы 46 . собрана и отчет по вспышке вспышки требуется замена лампы а также ремонт или замена системы управления в низковольственной части вот на данный момент это по времени где-то может занять от недели до полутора нужно лампу под заказ обязательно и на этом пока что все переходим другой вспышки